Последний день Помпеи. Карл Брюлов. Картина была закончена в 1833 году и произвела фурор сначала в Италии, затем во Франции. Брюлова признали мастером и вручили золотую медаль на парижском салоне. Полотно было подарено императору Николаю I и, попав в Петербург, вызвало восхищение у публики, в том числе у Пушкина и Герцена. Однако никакие награды не расскажут о картине того, что она может рассказать о себе сама. Первое, что бросается в глаза – удар молнии. Зритель невольно обращает на него свой взгляд вслед за персонажами картины. Яркая вспышка на миг освещает обреченный город. На полотне изображено извержение вулкана Везуи и разрушение древнеримского города Помпеи в 79 году н.э. Небо покрыто пепельными тучами. Ночь, когда происходило извержение, была более темной и глубокой, чем все другие ночи, как и описывал свидетель тех событий и не младших. Вспышка и гром вызывают у жителей Помпеи религиозный ужас. Наверное, единственный персонаж, кто смотрит на молнию невозмутимо – христианский священник. Он представляет собой вторую ключевую точку на картине после молнии. Мы можем узнать в нем пастыря по его атрибутам – красному облачению, кресту, кадилу и евхаристической чаши. И кадила, и чаша по своей форме – анахронизм. Они из будущего, из XIX века. В то время они выглядели совсем иначе. И сам он как будто смотрит из будущего. Христианскому священнику противопоставлен языческий жрец. В руках он держит ритуальные инструменты для жертвоприношений. Один в красном, другой в белом. Один изображен входящим, другой – убегающим. Художник намеренно изображает их антиподами. Каждая из них символизирует свою веру. Одна уходит с исторической сцены, другая приходит. Еще одну подсказку для понимания картины художник поместил в точке схождения ортогоналий. Этот прием часто использовался для обозначения узловой, смысловой точки картины. Если внимательно присмотреться, куда ведут эти линии, мы увидим быка – символ Зевса и язычества. Он мечется по улицам не то в гневе, не то в страхе. Никого не может спасти и не может спастись сам. Античность уходит с исторической сцены. Вместе с ней рушится и Помпея. Но не рушится композиция картины. Она рассказывает нам вовсе не про всеобщую гибель, а про переход от одной эпохи к другой. Сам художник работает в переходном стиле от неоклассицизма к романтизму. Чтобы это понять, достаточно внимательно взглянуть на картину. Перед лицом подобной катастрофы человек задается вопросом – что для него самое главное в жизни? В традициях классицизма наиболее важные композиционные элементы художник пишет внутри равнобедренных треугольников. Следуя за треугольниками, мы можем понять и мысль художника. Главное в жизни человека, по мнению Брюлова, – семья. Вот молодой жених пытается заглянуть в лицо уже мертвой невесты, которую можно узнать по венку – брачному символу. Вот плений младший, выживший свидетель трагедии. Его письма дошли до нас. Он уговаривает пожилую мать спасаться. Вот двое сыновей несут пожилого отца. Фрагмент, отсылающий к аналогичной группе «В пожаре в Барго» Рафаэля. Упавшая с колесницы и разбившаяся женщина с еще живым младенцем – дань уважения Пуссену, большому художнику XVII века и основателю классицизма. Рядом городской житель пытается укрыть плащом свою жену с двумя детьми. Единственная группа, неизменно кочевавшая с эскиза на эскиз, начиная с самых ранних набросков картины. Последняя в этом ряду – группа молящейся матери с двумя дочерьми. Об их принадлежности к новой вере говорит ее композиционная близость к священнику. Совсем иначе уже в традиции романтизма изображена толпа слева. Она хаотично движется в двух направлениях. Часть пытается найти убежище в храме, люди спасаются от пепла и разными предметами прикрывают голову от каменного вулканического града. Кто-то останавливается, чтобы поднять деньги, выпавшие в давке. Другая часть этой толпы уже поняла, что от землетрясения здание скоро обрушится и пытается успеть выбежать наружу. Вот и сам Брилов в толпе. Автора картины можно безошибочно узнать по ящику с красками и кистями на голове. В чем-то он похож на священника. Тот же взгляд из другой эпохи. Тоже отсутствие страха. Художник помещает себя самого на картину, потому что хочет изобразить события так, будто сам является их участником и очевидцем. Деталь, характерная для эпохи романтизма. Оставшиеся подсказки скрытого смысла картины в источниках огня. Всего их пять. Везувий и молния – божественный гнев. Крошечный факел в разрушающемся языческом храме. Огонь старой веры. Маленький светильник в женских руках. Это то лучшее в античности, что сквозь века будет пронесено ее наследниками. Наконец, факел христианского священника – это разгорающийся огонь новой веры. В позе священника ясно читается образ Прометея, приносящего людям огонь. Впрочем, он уже не может спасти старый мир от гибели. Но на протяжении следующих веков этот огонь будет разгораться и даст энергию для строительства нового мира. Много деталей на картине изображены с фотографической точностью. Например, выпавшие ключи из раскрывшейся шкатулки. «Маленькая птичка, которая погибла от пепла». Для подобной исторической картины того времени такие подробности были излишни. Художникам схвачен миг времени, как на фотографии. Момент общего смятения и хаоса, выхваченный из кромешной тьмы ударом молнии. Этот прием станет известным только с массовым распространением фотографии в XX веке. Фотовспышка. Брилов сочетает несочетаемое – фотографический миг и рассказ о многих веках античности. Поэтому все эти детали не отвлекают, но помогают сжать всю античную эпоху в одно мгновение, в одну картину, чтобы показать состояние перехода от одной эпохи в другой. В такие переломные моменты, кризисы, время останавливается, и человек сталкивается с вечностью. Каждый встречает ее по-своему. С ощущением пустоты, с недоумением, со страхом, с молитвой. Именно это чувство встречи с вечностью пытается запечатлеть Брилов в своей самой великой картине. Она открыла русскому искусству, всегда по своей сути религиозному, дверь в новую эпоху. Гибель и возрождение, порядок и хаос, смятение и озарение. В критический момент истории человеку внезапно открывается чувство вечного, а значит, божественного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова